Ребята, всем привет! Я иду к своим родителям опять по берегу. Летом я часто так к родителям ходила. Сейчас решила зимой снова сходить. Оделась потеплее. Сегодня, в принципе, у нас всего 5 градусов. Минуська практически сразу вырубилась, спит. Я иду, наслаждаюсь зимней погодкой. Разрумянилась уже. Смотрю на церкви, речку, которая до сих пор не застыла. Январь месяц. Почти середина. Река все еще у нас полностью не покрылась льдом. Вот это церковь на горе. Мы там Яну крестили. И вон там вот за деревьями тоже церковь. Плохо видна, конечно. В общем, красота. Такие зимние пейзажи, частные домики. Я люблю ходить, разглядывать, смотреть, как люди живут. Сейчас, наверное, даже специально сверну пораньше в частный сектор с берега, чтобы идти прямо по центральным улицам, чтобы со всех сторон были дома. И вот идти разглядывать. А вот там, кстати, виднеется за мостом. Видите, белая такая гора. Река — это наша горнолыжка кунгурская. Смотрите, река все еще стоит, такой ручеек незастывший. Вот отсюда видно церковь. И там, кстати, на горе вот еще одна церковь. Ее отсюда не видно. Я постоянно сейчас хожу с этой меховушкой, которую, помните, я вам показывала, купила в Аликс Маркете. Очень удобная вещь. Особенно, когда телефон нужно достать, не надо перчатки снимать. Достал, и все. Все свернуло, очень рано. Вот эти лесенки ведут в один из районов города. По этой дороге можно пройти, подняться на мост, перейти его и оказаться совсем в другой части города. Очень быстро. Если на машине ехать, то это займет минут, наверное, 15-20. Вот. Отсюда тоже церковь видна. Смотрите, какой красный там большой дом. Какое-то здание какое-то административное. Я думала, это какой-то особняк старый. Но, оказывается, это частный дом такой большой. Тут детишки с горах катаются. Снега толком нет. Здесь всегда были горки, кстати. Кстати, когда у меня родители смотрели дом, хотели покупать, вот этот дом, по-моему, тоже продавался. Но они не стали его рассмотреть, потому что там неудобные огороды, видите, лесенками. И там все, что сверху, с этой горы, все понятно, когда весна начинается, все тает. И это все стекает сюда вниз, во двор. И поэтому не рассматривали этот вариант. Вот. Здесь тоже красивый домик большой. Вообще прикольный. Там так уютненько. Вход такой красивый, кованый, скамеечка. Там вон у кого-то, видимо, детки живут в домике. И построили они скамеечку, карусель, зонтик прямо вдоль дороги. Ой, обожаю вообще так гулять. Мне всегда было, кстати, с детства интересно ходить с бабушкой, с дедушкой, кому-нибудь в гости. Смотреть, как люди живут. Слушать их разговоры. Поэтому мама говорит, что я в детстве была не по годам умудренная опытом девочка. Потому что слушала всегда разговоры взрослых людей. Вот. Построили, видите, люди сами. Вот. Причем не во дворе, а прямо здесь, снаружи. Для всех. Чтоб люди тоже пользовались. Вот. И, в общем, с детства у меня такое было. Мне очень нравится ходить. Причем именно по старым. Домам, квартирам. Там какой-то особый уют. Не как в современных интерьерах. Совсем другая атмосфера, мне кажется. А еще, ребята, когда я смотрю свои видео и вот так вот дышу, где-то запыхаюсь, иду, такое ощущение, что у меня дыхание какое-то астматика. Как будто когда я вдыхаю, такой прямо шумный, короче, вдох у меня получается. И я так думаю, что это у меня все-таки еще остатки аллергии не прошли. Тут вот тоже, видите, что-то строится или разбирают это непонятно. Или это, может, первый этаж оставляют, а второй переделывают. Какой-то под магазин какой-то. В общем, дыхание такое. Видимо, бронхи еще сужены. Все еще. Вот еще домик строят. Рядышком тоже. Такой двойной. Снизу камень, вверху дерево. Брус. Прикольно тоже. И, в общем, видимо, они все равно еще есть аллергены. В квартире я читала, что два года находятся еще аллергены. Вот эти кошачьи. Они очень там какие-то молекулы крупные. От них сложно избавиться. Вот еще домик строится. У нас, кстати, в последнее время очень много строек. И в городе, и за городом. А вот там вот на горе гаражи. И там очень красивая летом панорама. Я помню с мальчиками, когда в детстве... Ну, не в детстве, а в подростковом возрасте встречалась. Там такой закат, березки. Туда вот раньше ездили, смотрели. Романтика такая. Вот. Там такой обрыв, и весь город видно. Все церкви, закат, солнышко. Вот еще один домик. Если честно, немножко страшно снимать. Особенно в жилые дома, в которых уже шторы висят. Видно, что люди живут. Мало ли что, могут подумать, для чего я это все снимаю. Ну, надеюсь, никто не заметит меня. А может быть, подписчики меня какие-нибудь смотрят из Кунгура. И я сниму их сейчас дома. Кто знает. Вообще, мне бы хотелось жить вот там вот наверху. Где только что я говорила. Панорама. Там, короче, у нас такой райончик. Красный Лог, по-моему, называется. Там очень красиво летом. Вот, видите, там лесочек такой. Там березки. Вообще, просто офигенный вид. Там какая-то беседочка, что ли, на краю на самом. В общем, там очень красиво. И это как бы не самый отдаленный район города у нас. Там остановки рядом, школы, садики. Все рядом. И в то же время такая красота. Но там, к сожалению, большинство земель уже... В общем, там все застроено. Это такой старенький район. Давно там уже земли все раскуплены. Либо те, которые свободны, они стоят очень дорого. Естественно, в хорошем районе земля всегда дорого стоит. Так что не думаю, что мы когда-нибудь будем там жить. Но очень там, конечно, красиво. Ну ладно, идем дальше. Будем мечтать. Так, вот еще один большой домик. Тут гараж пристроен. Кстати, мне бы тоже хотелось гараж прямо рядом с домом, чтобы можно было выйти из машины и в любую погоду, и в снег, и в ливень, спокойненько зайти в дом, не промокнув. Вот еще домик небольшой. И я слышала, что нельзя строить гараж таким образом, чтобы над ним была какая-то жилая комната, там спальня. Особенно спальня. Якобы там над этим гаражом нарушаются какие-то потоки. Не знаю, правда это или нет. Но я как бы склонна верить во все вот это, в энергетику. Вот. Поэтому дом надо проектировать так, чтобы над гаражом ничего такого не было особо важного. Еще один домик. Ну что-то, кстати, я думала, тут больше будет домов всяких, больших красивых. Но, видимо, это так, как старый такой район. Давно заселенная улица. Здесь люди давно живут. Поэтому дома в основном такие вот старенькие, маленькие. Бабулечки, видимо, здесь живут. Но постепенно их сносят, ликвидируют. И на их месте строят новые дома. Тех, у кого есть деньги, они покупают участок вместе с домом. Сносят дом. И вот на его месте строят новый, какой им нужно. Кстати, здесь еще и продуктовый магазинчик свой есть. Вот магазин, рядом с ним тоже какой-то большой дом. Поэтому, ну, конечно, я понимаю, что, допустим, для Перми это совсем небольшие дома. В больших городах, конечно же, люди, у людей гораздо больших размеров доход. И они себе могут позволить. Большие дома очень. У нас повеньше, конечно, пониже уровень жизни. Но у нас тоже есть несколько домов огромных просто особняков в другой части города. Вот, кстати, тоже продается дом. Я думаю, что тоже его в перспективе будут сносить, потому что он весь перекосился. Только если ради земли его здесь покупать. Вот еще домик симпатичный. Не до конца еще обшитый кирпичом. Ну, тоже прикольненький. Интересно, когда вот крыша необычная. Не двухскатная, не четырехскатная. То есть со всякими мансардами, эркерами, дом и так далее. Я надеюсь, что на видео будет хоть что-то слышно, и ветер полностью не заглушит мои разговоры. Вот, у меня опять выскочили прыщи, которые портят весь вид, все лицо. Решила я пройти, повернуть не на следующем перекрестке, а еще подальше пройти. И посмотрите, здесь какой огромный домино. Я думаю, что это не на одну семью, судя по всему, потому что он огромный. Да, два гаража, видимо, на две семьи. Но все равно он гигантский прямо. Так, и, наверное, мне сейчас нужно повернуть сюда. Надеюсь, там не тупик, и я выйду на ту улицу, на которую мне нужно. Тут, кстати, лес рядом, река вот там перед горой. Так, и вот, по-моему, мне сюда. Надеюсь, что я выйду. Да, там, вон, вижу, машины ездят. Вроде туда иду. Я первый раз иду по этой улице, и офигела от того, что здесь, оказывается, есть еще многоквартирный дом. Причем здесь такая прикольная детская площадка. Видимо, люди все сами на свои деньги сделали. Прям скамеечки, урночки. Все такое яркое, цветное. Классно. Вот, тут тоже дом. Там тоже огромный белый дом строится. Но как-то на Авито я что-то покупала в этом году по объявлению. Мужа отправила. Вот как раз на этой улице дом Мехринцева. В общем, он не поехал сюда, потому что улица летом здесь просто ужасная. Он даже на нашей машине, как бы не самой низкой, с не самой низкой подвеской сюда не стал заезжать. Сказал, что здесь просто колдобины, кочки, грязища, камни, какие-то булыжники. Так что в плане проезда здесь не очень. Но вообще такой тихий райончик. И в то же время тут недалеко, в принципе, до магазина. Смотрите, у кого-то, видимо, детки маленькие. Разобор раскрашен, какие-то поделки. Вон тут еще тоже полно рисуночков. Творческие люди живут, видимо. Вот. И смотрите, у входа тоже. Тут с рук, видимо, баня будет. Вообще прикольно. И там тоже все украшено. И перед домом тоже всякие поделочки стоят. Пальмочки, лебеди. Тут вот тоже детки, видимо, живут. Машинка, качельки. И так прикольно, когда люди делают что-то своими руками для своих детишек. У меня прям уважение к таким людям. Не обязательно иметь кучу денег, чтобы доставлять своим деткам удовольствие, радость. Можно делать из подручных средств очень многие вещи. Причем детям даже часто достаточно нравятся больше какие-то простые такие самодельные игрушки, поделочки, чем дорогие какие-то игрушки, там, качели и так далее. Потому что дети, мне кажется, чувствуют, что сделано с душой. Ой, так пахнет. Баню кто-то топит. Все, я как раз вышла на нужную улицу. Вот прям самое то. Сейчас сверну налево, потом направо, потом опять налево, потом опять направо. Очень удачно я вышла как раз к пешеходному переходу. И потом вот туда, через базу Зарю, птовую пройду. Иду и думаю, зачем людям зеркало. А потом посмотрю, напротив, градусник. Вот русский человек из любой ситуации все-таки выкрутится. Что будет смотреть, сколько градусов. Видимо, там неудобно подходить с той стороны смотреть. Сделали еще и зеркало. Тут, смотрите, в квартирный дом, и у людей прямо теплица, огороды под окном. Не очень, конечно, это, мне кажется, удобно. Наверное, воруют тут постоянно. А вот наша универсальная, у него новое название, универсальная база Заря. Раньше она была оптовая. А сейчас какая-то универсальная стала. Вот въезд на базу. И вот здесь вот слева, это для кунгурских показываю, есть магазин мебели вертикальных. У них, кстати, в Инстаграме своя страничка есть. И вот там вот я заказывала кроватку нашу, выкатную для Ани. Там меня спрашивали, писали мне на почту. Женщина написала из Кунгура, спрашивала название. Вот, так что показываю вот здесь вот. Здесь когда-то, помню, нет, или здесь. Здесь вот когда-то, по-моему, на втором этаже. А вот он есть, салон невеста. Я помню, когда выходила замуж, раньше не было всяких у нас магазинов, таких прям большого выбора свадебного. Короче, я здесь что-то покупала. То ли украшения какие-то на голову, то ли рушник этот для батона. В общем, какие-то аксессуары пригласительные, по-моему, тоже здесь покупали. Когда я выходила замуж, еще не было таких вот модных веяний, которые пришли к нам из-за границы. Не делали у нас на заказ всякие красивые пригласительные. Сейчас, конечно, вообще просто офигенные можно пригласительные заказать. Но в то время не было вообще у нас в городе фотографов никаких. Сейчас их прудь-пруди вообще просто дофига. Куча визажистов, парикмахеров, девчонок молодых, которые красиво все делают. Раньше, я помню, ходила обычно в парикмахерскую. В Перми, конечно, все это было уже, но до нас еще тогда это не дошло. Ой, как здесь скользко! Ой-ой-ой! Я чуть не улетела вместе с коляской. Вот, в общем, потом уже эти всемодные веяния до нас дошли. Так что у нас была такая свадьба по старинке. Я ходила обычно в парикмахерскую. Мама мне какого-то визажиста домой приглашала, женщину. Хотя сейчас, вот я потом уже стала увлекаться ютубом, научилась краситься. И, в принципе, я бы могла также накраситься за бесплатно своей косметикой. Но на тот момент я еще этого не умела. И фотографа у нас не было. Только в ЗАГСе нас фоткали. У нас только была видеосъемка. Но это, кстати, еще более ценно, чем фотографии. Фотографии у нас есть от наших друзей. Два человека у нас фоткали на зеркальной фотоаппарате. Вот у них фотографии есть. Здесь можно, кстати, в этом сосняке на лыжах кататься. За ним находится вокзал. Вот здесь вот внутри сосняка роддом, в котором, я надеюсь, никогда больше не окажусь. Все не очень хорошее. У меня там, у меня вообще, в принципе, с больницами, с больничной обстановкой не очень впечатление. Сейчас прям вспомнила и меня затошнило. Потому что я вспомнила токсикоз, как я там лежала под капельницами. Вот, кстати, дом продается недостроенный. Вот, короче, здесь можно по лесу гулять, на лыжах. Там еще одна больница. Тут, короче, вот в этом сосняке идут подряд сразу несколько больниц. Вот. Ведь о людях раньше заботились. В лесу строили больницы. Свежий воздух, сосны. Вот. Я уже подхожу к дому. Рука уже мерзнет. Я надеюсь, что кому-нибудь вообще интересно слушать вот эту всю болтовню. Я надеюсь, что у меня тут пили на пушковую. Чего гуляла хоть? Тепло на улице-то. Аня-то спит? Януська, просыпайся. Мне, кстати, пришло еще две посылочки. Так что надо будет завтра, наверное, идти на почту. И она никак не просыпается. Что-то я разоспалась. Я пока села посидеть. Ой, чем-то испачкалась. Посидеть на скамеечке тут рядом с домом. Я, в общем, с собой взяла такую вот лопаточку. И баночку для крема. Хочу... Мама мне сама предложила дать кремик. В общем, я ей рассказала. Сказала, что у меня ужасно сохнет кожа после вторых родов. Не знаю, с чем это связано. Походу, у меня кожа с жирной перешла в категорию очень сухой. А у моей мамы кожа сухая всю жизнь. И она уже к этому привыкла. Нашла для себя крем, который ей подходит. Косметолог ей посоветовала. Она через косметолога заказывает его. В общем, она мне предложила взять этот крем, попробовать тоже. Я хочу в баночку эту себе отложить немножко, чтобы протестировать. Возможно, он мне тоже подойдет. И тогда я буду тоже себе его заказывать. Но, наверное, не через косметолога, а через сайт. Я нашла на одном сайте этот крем. Там, по-моему, подешевле. Вышла с Марсиком на улицу. Ему любопытно так. А на руках он боится. Видела, боится, что я его опять куда-нибудь унесу. Так что я его на пол пока поставила. Надеюсь, он никуда не сиганет, не убежит от меня. Трусишка обратно к двери бежит. Ну, заходи, заходи. Заходи. Все, нагулялся. Ух ты, у тебя миньон? Да, это я так купила. Ты спасибо-то сказала? Я вам дам дам. Забери дату, бабуль. Сейчас соберу. Там кошки опять дерутся. У меня не было такое, ну, да. Да. Ты дядя спасибо сказала? Конечно. Конечно. Вспоминания сказала? Пойдем, спускайся. Спасибо. Ты даже тапочки одела. А? На попе. На попе? Ну, давай на попе спускайся. Тапочки-то не на ту ногу. Или на ту ногу одел? Нет, не на ту. О, Марсик бежит. Куда побежал? А? Мой, все. Это Марсик сейчас на Фису напал? Ну, она напал. А? У него хулиган. Хулиган, да? Спускайся давай тихонечко. Папа сейчас приедет скоро. Но он на даче. Он на даче. Почему? Как почему? Он помогает бабушке с дедушкой собирать обувницу, шкафчик. Он сейчас стоял туда и... Это я. Это Аня. Марсик. Марсик. Васька. 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 Ой. Вот, 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 оттуда и везут. Она там всю жизнь его оттуда как-будут. Просто сейчас-то ладно, все. Раньше, знаешь, не телефонов сотрут, ничего. Она рассказывает, как... Передавали там через проводник, да как-то... Пахнет вкусно. Может, у меня такая же, как у тебя, станет. А ты чем берешь? Пальцами или... Ну, сейчас пальцами у меня палочки-то... Надо какой-нибудь крем вот ставить палочки. Это насколько тебе этой банки хватает? А что ты там шаньгу делаешь? Шаньгу. Что-то тут на третьем месте жидкий парафин. На третьем месте жидкий парафин какой-то. А этот... Я вчера как раз этот цветок, который ты обрезала, рассаживала. У меня... Я его достала, а там, оказалось, еще три луковицы у него выросли. Капец, я его еле достала. Ну, там Фиса ходит. Фиса? Он меня вообще ни разу не цвел. Что такая толстая стала к зиме? Вот какая огромная. А голова маленькая. Фиса за Мурзиком, Марсиком смотрит. Ой, Фиса. Блин, всех перепутала. Фиса, Мурзик, Муся, Марсик. Ой, ты какая пушистая. Ой, ты какая, а? Зеленый-то есть? Да, есть. Нет, я сейчас выберу и уберу. Мне кажется, Марсик не кот, а крот какой-то. Постоянно роет нор в одеялах. Марсик. Мы пришли кушать на второй этаж. Не знает, как пристроиться. На Яну лег. Мы наконец-то привезли манеж Анюткин сюда к родителям для Яны. Мы уже нагостились у моих родителей. Муж за нами приехал. На стоянку машину поставили. Анютка осталась у моих родителей и захотела переночевать у них. И вот мы идем сейчас домой. Сначала в магазин зайдем, в гипермаркет, потом домой. Решили зайти не в гипермаркет. Муж предложил в старый магазин зайти, куда мы раньше постоянно ходили, когда жили в другом доме. Так что непривычно так здесь ходить. По узеньким маленьким коридорчикам. Думаю, по акции сейчас шоколадку взять. А? Российский можно? Ты что? Я пересадила вчера свой щучий хвост Посмотрите, он какой стал большой Я его стянула ниточкой, чтобы он не разваливался И из фикс прайса вот эту штучку воткнула Для укрепления всей этой конструкции Горшок у меня был из-под какого-то цветка Вы мне писали название Какое-то денежное дерево Короче, он у меня там корневая система Вообще вся сгнила Вот, и он, короче, сдох Вот, и горшок освободился Я вот туда пересадила этот Потому что он стоял в совсем маленьком горшочке Сейчас покажу в каком Так, вот в этом малюсеньком Я туда посадила Извините, у меня тут пока не было Короче, я вчера вечером все это делала Не было времени помыть поддоны В общем, я рассадила вот этот цветок Видите, все грязно Завтра этим займусь Короче, вот этот луковичное растение Не знаю, как оно называется У меня вот этот горшок Его прямо распирало Вот так вот Короче, его вот сюда вот вытянула И сюда оно такое овальное стало И я поняла, что там что-то творится внутри Скорее всего, луковицы размножились И ему там стало тесно Поэтому я вчера еле-еле его достала из этого горшка Расколупала и оказалось, что там внутри было еще три маленькие луковицы Представляете Ну вот этот я видела, вот этот кончик Он и раньше был Я предполагала, что мне его придется отсаживать Но еще вот этот вот горшок Пришлось использовать Потратить на посадку еще двух луковиц Не знаю, приживется ли Хотя бы одна из них Тут уже, кстати, хвостик вылез Это тоже у меня цикломент персидский Зимой вообще никакущий Ни на что не похож Вот один листик торчит и все И вчера еще я обрезала свой бамбук У меня вот от него палка стоит Он был высокий очень И мне не нравилось, что у него листики вот эти вот То ли он чем-то болел, то ли что В общем, у него листики все были такие сухие Либо наполовину сухие Только на самом конце были зеленые Это вообще некрасиво смотрелось И без опора он стоять не мог Он был очень высокий и тонкий Я обрезала его И еще был тут один отросточек Тоже с пожелтевшими И оставила только один отросточек Который причем рос отдельно Он вылез Короче, это как бы новое, видимо Новое деревце растет Вот, вчера я занималась цветами А еще у меня Такая вот беда У меня вот это дерево Просто посмотрите, что с ним творится Оно опадает просто жутко За день Я не знаю, сколько десятков листиков Отпало уже Посмотрите, оно полулысое все Какое оно было пышное раньше, вы помните, да? Какое стало сейчас Я позавчера убрала Там было все в керамзите У меня засыпано Я убрала керамзит Под ним немножечко В некоторых местах была плесень Такая желтоватая Я весь верхний слой земли Ложечкой сгребла Прямо то, что можно было Отскребсти От корней Короче, все убрала Сверху Несколько сантиметров Прорыхлила почву И засыпала Новой Такой прямо Рассыпчатой землей Не стала поливать И просто шишечки Вот оставила Которые у меня там лежали И налила Под вот этот вот слой Сухой земли Полила За удобрением Которое я покупала В фикс прайсе У меня цветы его принимали На ура Так что вот я остатки Развела И полила Вот этот цветочек Сегодня он Опадать стал меньше Не знаю Связано ли это С вот этими Всеми моими манипуляциями Но я очень надеюсь Что он у меня не помрет Он такой красивый Был пышный Вот И я его сейчас сюда Пока спрятала Обратно Он раньше у меня Уже здесь вот стоял Как бы Чтобы заходишь В комнату И он на виду Сразу И тут провода Закрывал Как раз Но пока он Такой страшненький Я его убрала И вообще Как бы Он опадать начал После того Как я его поставила Именно сюда И я подумала Вдруг это связано Все взаимосвязано Поэтому решила Его поставить обратно Пишите Девчонки Если у вас была Такая же ситуация Что Что это может быть Вообще Как Как помочь ему Кстати да Кроссовок стоит Здесь Потому что Вот эта дверь Когда ее открываешь Она Как бы Автоматически Сама Докатывается И ручка Брякает об стенку Чтобы она не брякала Я поставила Мужа кроссовок И она так Беззвучно Открывается И нету Звука удара Чтобы В общем Яну не разбудить Мне с Алиэкспресс Идет Отбойник Резиновый Который крепится На ручку Вот Так что Придет И я уберу Вот этот кроссовок Я конечно знаю Что вот это дерево Опадает Осенью В начале зимы Но не настолько Такого У меня еще Никогда не было Кстати У Ани в комнате Я уже давно Убрала елку Еще 4 января Мне она уже надоела Мы ее в начале декабря Поставили Она целый месяц Состояла Вот И Убрали мы сегодня Вот этот домик Картонный С почты России Который здесь стоял Так прям Мне сейчас нравится Много места Я люблю Когда свободно В комнате Вот Потом еще Вот этот вот комодик Пеленальный Уберем Чуть-чуть попозже Через пару месяцев Когда Януська Подрастет Так У меня там Специально шторы Открыты Потому что Когда белье Здесь сохнет На окошке Такая испарина Появляется конденсат И чтобы Не было там Никакой плесени Все сохло Я открываю окно Кстати Гирлянду оставила Для Анютки Потому что Ей нравится ее включать Пусть Пусть останется Вот И Вот буквально На днях По идее По срокам По договору Нам должны Привезти Шкаф новый Так что Придется нам С мужем опять Взять в руки Шуруповерт Отвертки И Крутить Два шкафа Пенал И угловой шкаф Вот Так что Скоро будут Изменения В комнатке У нас И Здесь появится Побольше места И возможно Вот сюда Вот к этой Стеночке Я поставлю Вот этот Туалетный столик Как думаете Будет он здесь Смотреться Или нет Вот этот комод Естественно Придется Убрать Скорее всего На место Вот этого Комодика Который У нас Весь перекосило Ну и Давайте Девчонки Я буду с вами Уже прощаться Говорю тихонько Чтобы муж Не слышал Что я именно Говорю Я до сих пор Стасняюсь Придем снимать Видео Вот Хотела сказать Как обычно Всем спасибо За просмотр За ваши лайки Комментарии И всем пока Пока